Здравствуйте, друзья, художники-любители. В предыдущем ролике я писал этюд Ян Ван Хейсума «Корзина цветов». И в нем было сказано, что это лишь подготовка к серьезной картине. Представляю еще один промежуточный вариант написания копии картины фламандского живописца Ян Франсуа Ван Дейл. Ваза с цветами и птичьим гнездом на мраморной столешнице. Многие художники пытались повторить эту картину. Я нашел в интернете копии любителей и начал анализировать. Первая картинка и оригинал. Если не придираться, цвета подобраны неплохо. Но предметы заднего плана и переднего имеют одинаковую прописку деталей. Композиция с цветами, как будто вырезанная аппликация. Значит, в работе нужно учитывать, что предметы заднего плана должны иметь меньшую детализацию, чем переднего. Вторая картинка. Фон закрашен серовато-грязным цветом. Этот цвет присутствует во всех объектах. Поэтому и композиция выглядит грязноватой. Нужно учитывать, что цвет фона должен гармонировать с композицией. А значит, подбирать цвет фона надо с учетом того, чтобы его колорит присутствовал в каждом предмете. А вот это моя давняя работа этой же картины. Ни о какой многослойной живописи речь не идет. Писалась она, подбирая цветокрасок на палитре. И мазалась постоянным исправлением ошибок. Получилась тяжелая картина. Но вот что объединяет эти любительские работы? Нет легкости, как у автора. Нет воздушности. Рассматривая репродукции оригинала, уже с каким-то опытом, я не задавал себе вопрос, какие цветокрасок использовать. Это и так понятно. Красную, синюю, желтую, зеленую и т.п. Непонятно было, почему я чувствую воздух в картине автора. И как этого добиться. Думаю, многие любители знакомы с таким понятием, как линейная и воздушная перспектива. Кратко повторюсь. Чем дальше предметы от наблюдателя, тем они становятся меньше. Пример рельсы, шпалы, столбы. Называется линейной перспективой. Цвет предметов и их видимость, по мере удаления от глаз смотрящего, становятся бледнее и их очертания теряются, за счет плотности воздуха. Это называется воздушной перспективой. Но все это относится больше к пейзажу. Даже, если художнику не совсем удается показать на пейзаже воздушную глубину, то его выручает линейная перспектива. Она обязательно покажет глубину пространства. В пейзаже есть расстояние, которое может простираться на километры при открытом горизонте. В пейзаже есть планы. Дальний, средний, передний. В натюрморте, тем более при однородном фоне, эффект линейной перспективы слабо выраженный. Композиция и фон как бы сбиты в одну кучу. Еще сложнее понять воздушную перспективу. Как вписать композицию в фон. Как показать воздух в натюрморте. Оттенки фона, рефлексы, полутени, должны перекликаться с самой композицией. В данном эксперименте, я нашел такой выход. В самом начале определился, какими красками будет вписаться фон. Фон, это не просто закраска в какой-либо цвет. Это окружающая среда. Среда, в которой находится композиция с цветами, в данном случае. Поэтому, первый подмалевок самой композиции с цветами, будет писаться именно той краской, которая впоследствии будет писаться фон. Две основные краски, которые будут держать всю картину от начала до ее окончания. Это теоиндика красно-коричневая и травяная зеленая. Эти краски, в смеси друг с другом, в разных пропорциях, в чистом виде или высветлены белилами. Будут использованы в написании фона и первая подмалевка. Например, теоиндика красно-коричневый, замешан на белилах, писался большой цветок, роза. В предыдущем ролике, я говорил, что теоиндика красно-коричневая снята с производства. Поэтому, не у каждого она может быть из старых запасов. Но цвет можно заменить другими красками. Например, охра красная, шахназарская красная и даже марс коричневый темный. Хотя марс, в разбиле, не дает красноватого оттенка. Но вот именно с ним, я сейчас и покажу. Смотрите. Теоиндика красно-коричневая, марс коричневый темный, краплак красный прочный и белил титановый. Теоиндика в тонком слое, на белой подложке, имеет красноватый оттенок. В разбиле, дает приглушенный розовый оттенок. Марс коричневый темный, на белой основе или с белилами, уходит в желтый оттенок. Поэтому, к марсу на белилах, можно добавить краплак красный. И получаем розовый оттенок, тоже приглушенный. Теоиндика красно-коричневая, марс коричневый и краплак красный. Все они прозрачные. Но белилы делают их не прозрачными. Поэтому розовый цвет подобрать не сложно. Чистые краски, используя их прозрачность, понадобятся лишь в лессировках, почти по завершению работы. В этом случае, марс коричневый придется замешивать краплаком, которого по пропорции будет намного больше, чем марса. Это для розовых роз. В конце покажу на примере. Начну. По ходу, думаю, станет понятно. Сеанс первый. Рисунок имприматуры. Нарисовав рисунок, закрашиваю полотно желтой и красно-коричневой краской. Имприматура делается для того, чтобы сбить белизну холста и перейти на работу с масляными красками, если холст загрунтован акрилом. Размер моего полотна 60 на 45 сантиметров. Все, этот первоначальный закрас нужно просушить. Сеанс второй. Подмалевок композиции фоновой краской. В самом начале, я определился, какими красками будет писаться фон. Поэтому, первый подмалевок самой композиции будет писаться именно этой краской. Две краски. Тио Индиго красно-коричневая и травяная зеленая. Повторюсь, вместо Тио Индиго можно использовать Марс коричневый прозрачный, в смеси с кроплаком красным. Но это только для роз. Для фона Марс может быть в чистом виде, без кроплака. Только я показываю ход работы с Тио Индиго. Все-таки Тио Индиго однопигментная краска, а значит чистая. Итак, смешиваю Тио Индиго с зеленой. Тио Индиго в этой смеси больше. И этот чистый колер, замешиваю на белилах. Три пятачка, светлее и еще светлее. Второй ряд оттенков, то же самое, только больше зеленый. Тоже три светлых пятачка на белилах. Если замешать коричневую на белилах и такую зеленую, то получишь розовый и ярко-зеленый цвет. Яркие чистые цвета пока не нужны. Они пойдут в конце. Поэтому коричневая краска гасит насыщенность зеленой. И наоборот. Эти два ряда оттенков будут использоваться на протяжении всей работы. А в конце эти краски пойдут в чистом виде. Рисунок сквозь прозрачную имприматуру просвечивает. Используя краски с палитры, замешивая на белилах. Рисую форму цветов, листьев, цветочков. Только форму, не обращая внимание на другие цвета. И также, выпуская из вида прожилки, детали. Это пока еще рано. Формы цветов, листьев и тому подобное, должны быть светлыми, бледными. Чтобы в дальнейшем хватило запаса чистых красок для лессировок и украшений. Писать нужно тонким наложением краски с разбавителем. Даже с пропусками, чтобы чуточку просвечивала имприматура. Две нижние розы, это те у индига в чистом виде, в темных местах. И колеры на белилах, в светлых. В финале этого сеанса должно получиться вот это. Пока без фона. Этот сеанс тоже был просушен. Сеанс третий. Фон цветной подмалевок. Составляю палитру. Те у индига красно-коричневая, травяная зеленая, белила титановая. Включаю еще одну краску. Марс желтый прозрачный. Эта краска не новая. Она была использована в имприматоре холста. А значит, ее оттенки тоже пригодятся в самой композиции. Но в основном, ее предназначение, это закрас столешницы и ваза под цветами. Эти два темных прозрачных колера, в основном, будут работать в фоне. Марс желтый прозрачный, пока оставляю нетронутым. Темнота фона. С левого нижнего угла закрашиваю коричнево-зеленой смесью. Если я говорю коричнево-зеленое, значит больше коричневые. В нижний левый угол и в левую сторону белила попадать не должны. Замес прозрачный, хоть и темный. А значит, сквозь него будет просматриваться первоначальный закрас имприматуры. Нижележащий слой не будет явно виден, но его оттенки будут мерцать сквозь эту прозрачность. И эта темнота будет не просто черной, а темной, глубокой. Закрашиваю тонко, применяя для этого разбавитель. Справа верхнего угла закрашивается зелено-коричневой смесью, больше зеленого. Фон закрашивается за один прием. Там, где стыкуются темные и светлые стороны фона, примерно на середине верху полотна, я беру мягкую чистую кисть и равномерно растушевываю. Прием растушевки, выравнивая закрас по толщине на всей поверхности. Фон смотрится как будто в тумане, с фумата, то есть он без мазочков. Вот что получилось с фоном. Смотрите, композиция с цветами вписалась в фон. Тут нет ничего удивительного, ведь фон и композиция рисовались одними и теми же красками. В конце сделаю вывод. Обратите внимание, столешница еще не рисовалась, но ее форма уже присутствует за счет обводки фона. Для столешницы, я подключаю краску марс желтый прозрачный. Замешиваю его на белилах два пятачка колеров. Один потемнее, второй посветлее. После закраса фона и цветного подмалевка столешницы, получаю вот это. Как видите, контуры композиции немного нарушились. Присутствует некая небрежность. Она и должна быть. Об этом тоже скажу в конце. Ничего не мешает раскрашивать саму композицию. Цветы. Это при условии, что рука с кистью будет на весу. Ну, чтобы случайно не смазать свежую краску фона. Чтобы рука не касалась фона, многие художники используют масштабель. Кадми красный и кадми желтый. Смешиваю их между собой, получая оранжевый цвет. И гашу ее яркость капелькой марса желтого. Можно капелькой Тио Индиго или марсом коричневым. Крашу этими красками желтые цветочки в глубине. Я стал писать центральную композицию, не дожидаясь просушки фона. Рисуя форму лепестков желтой краской, фоновая, свежая, соединяется и подмешивается по контуру. Во-первых, это дает дополнительный оттенок к желтому. Во-вторых, контур четко вписывается в окружение, без лишней обводки. Нежели когда это делаешь обрисовкой фона, допустим, вокруг предметов. Синие цветы. Синий цвет очень спорный. Можно использовать практически любой синий. Допустим, ультрамарин, кобальт, голубой ФЦ. Немного будут отличаться оттенки, но это не принципиально. Синий закрас должен быть светлее, чем будет в финале. Это делается для того, чтобы оставить запас для акцентов чистой краски, без белил. Листировка цветоплотнится и станет ярче и сочнее. Вот, что должно получиться на данном этапе. Передние цветочки флокса светлые, относительно тех, которые в глубине справа. Их лепестки по цвету белые, с синим рисунком. Белый цвет принимает на себя все оттенки окружения. Поэтому закрашиваю их зеленоватым колером на белилах. Ну, в общем, фоновой краской. А рисунок синей краски, немного подмешивая красно-коричневую. Передние флоксы прописываются более тщательно и детально, как и верхний ирис, но не в полную силу краски. Оставляем запас для финальных штрихов. Тюльпан. Самый красивый цветок на картине. Я обрисовываю четкий контур, который был немного нарушен при запасе фона. Для этого использую светло-зеленоватый колер. Самые светлые места, на которые падает больше света, подкрашиваю светло-голубым колером. В принципе, тюльпан белого цвета, только с красивыми красными прожилками. Пока забываю про эту красоту. Вот, что должно получиться после флоксов и тюльпана. Травяная зеленая краска в смеси с коричневой. По пропорциям больше зеленой. В эту смесь немножко добавляю белил. Получается тот же оттенок зелени, что и для светлой части фона, только немного темнее. Этими смесями крашу листья. Вот, что получилось после письма листьев. Обратите внимание. Все, что уже написано, имеет чуточку бледный тон красок. В конце работы появится плотность, сочность красок и детализация. Для сравнения, данный этап и финальный. Желтая роза. Палитра не меняется. Единственно, в чистой кадмии, желтый светлый, я добавляю капельку красного кадмия. Цвет кадмия желтого, остается желтый, но чуточку темнее светлого. В финале третьего сеанса получилось вот это. При введении цветных красок, я не вышел из задуманной тональности. Потому что краска накладывалась, где разжиженно, где прозрачно, а где-то с пропуском мелких мазков краски. Поэтому фоновой цвет присутствует во всех предметах композиции. Обращаю ваше внимание. Для письма вот этих цветочек в глубине и для центральной розы использовалась одна и та же краска. Кадмия желтый светлый. Но розы кажутся ярче, и в дальнейшем, за счет большей детализации, будет еще сильнее отличаться и выделяться от этих желтых цветочков на заднем плане. Все это относится ко всем предметам композиции. Видите, все написано, как будто немного не в резкости. Передние предметы будут иметь больше контраст, чем те, которые в глубине. Тем самым, еще больше будет создаваться ощущение воздуха в пространстве. Все на этом закончил и данный этап просушил. Сеанс четвертый. Письмо деталей. Краска от предыдущих сеансов на картине просохла. Палитра не меняется. Просто более тщательно пишу детали. В этом сеансе, я все же не до конца прописываю детали. Оставляю запас для совсем мелких деталей на конец работы. Типа капелек, мелких прожилок. Видите, как просто по готовому подмалевку гнезда темной краской легко нарисовать травинки, перышки и тому подобное. Ведь краска от предыдущего сеанса тени и света просохла. Детали просто рисуются тонкой кистью, как карандашом. Розовые розы. Вначале, для подмалевки двух розовых роз, использовалась краска Теон Дига красно-коричневая, в чистом виде и на белилах. Можно описать детали роз этими красками. Но я уже говорил, что краска Теон Дига красно-коричневая, снята с производства. Поэтому, я решил использовать краску Краплак красный прочный, или Краплак розовый прочный, для светлых мест. Оттенки будут немного отличаться, но это тоже не принципиально. Разбавляем Краплак белилами, получаем чистый розовый цвет. Для того, чтобы погасить яркость этого цвета, можно капельку добавить коричневую краску, или даже марс желтый прозрачный. Тоже оттенки в этом случае четочку будут различаться. Но факт, что розовый, останется розовый, потому что Краплака по пропорциям больше. Самое главное при рисовании деталей, не нужно закрашивать весь подмалевок полностью. Именно рисунок, где пятнышком, где подчеркиванием. Смотрите внимательно, все поймете. Самый главный цветок тюльпан. В его рисовании все просто. Форма тюльпана уже написана в первых сеансах. Присутствует и свет, и тень, и полутень. В конце они усилятся или ославнут, а пока просто декоративный рисунок на лепестках. Краплак красный прочный, немножко разбавлен на белилах. Эта смесь была замешана для роз. Пока только обозначаю этой краской, где будет рисунок декорации. Не нужно сразу рисовать контрастом. Краплак красный должен оставаться в своем чистом виде. Тогда этой одной краской на просвет получим дополнительные оттенки. И будет выглядеть красиво. А если красить сразу по белилам, то краплак будет смешиваться и получим мутность и грязь. Я уже говорил, что грязи достаточно в начальных стадиях работы. Пословица. Из грязи в князи хорошо работает в живописи. Об этом тоже скажу в финале. Все. На этом сеанс завершен. Картина поставлена на просушку. Сеанс пятый. Лиссировка. Мелкие дописки. Это завершающий сеанс, в котором будет небольшая доводка. Составляю новую палитру. Краски те же, что и в предыдущем сеансе. Но колеры из этих красок немного другие. А именно. Все чистые краски замешиваю по одному пятачку на белилах. Получаю светлые оттенки этих красок. И на этом все. Светлые колеры будут использоваться в основном в бликах. Например, голубые оттенки в самые яркие места синих цветов. Светло-зеленый в листьях. Желтоватый в бликах столешницы и тому подобное. Темные места будут усиливаться чистыми красками, без белил. В предыдущем сеансе, я закончил декоративным рисунком на лепестках тюльпана. Теперь начинаю именно с этого цветка. Так как предварительный рисунок просох, можно смело приступать к работе, не боясь, что краска перемешается с другой. Чистым краплавком красным рисую украшение на лепестках тюльпана. На светлой подложке краплак показывает себя именно красным, насыщенным. Но рисунок неоднородный по всей форме цветка. Где темнее, где светлее. Если его накладывать более прозрачно, он будет светлее. Если наносить чуть-чуть потолше, темнее. Видите, как просто рисуются финальные штрихи тюльпана. Аналогично, уточняются детали всех предметов натюрморта. Вот что получилось на данном этапе. По всей картине не использовалась белая краска в чистом виде. Она всегда была в цветных замесах. Единственно, где я позволяю поставить мелкую белую точку, это как раз на каплях в местах блика. Все. На этом картина закончена. Сделаю небольшой вывод. Все в мире строится на противоположностях. В живописи. Цветное, монохромное. Темное, светлое. Грязное, чистое. Теплое, холодное. И тому подобное. По этой картине. Чтобы чистые краски засияли, они должны быть относительно чего-то грязного. Вот начало, где присутствует небрежность письма. И финальная картинка. Чтобы получить воздушность относительно контраста, нужно вписать композицию в среду, в которой она находится. В данной работе, в начале букет цветов писался цветом краски, который использовался в фоне картины. Тем самым, соблюдается общая тональность. Чтобы получить контраст переднего плана относительно заднего, нужно постепенно переходить к данной процедуре. В начале писать, плавно растушевывая формы предметов. И по мере приближения предметов, ближе к зрителю, усиливать контраст. Все более и более чистыми красками. Чтобы показать мелкие детали на предметах, нужно создать основу формы и цвета. Ведь нельзя написать сначала каплю воды, а затем сам цветок. В начале цветок, затем капля. Самое главное условие, которое относится именно к многослойной живописи. Чтобы не получать красочную грязь на картине, каждый этап работы желательно просушивать. То же, например, и капля. Она легко нарисуется на просохшем лепестке цветка по сухой краске. Если каплю рисовать по сырой, она будет взаимодействовать с предыдущей краской. По высыхании, можем получить другой оттенок от первоначально задуманного. В следующем ролике, я постараюсь показать еще один атерморт этого автора. Он немного сложнее этого и писался чуточку по другому, но принцип один и тот же. Хотя не обещаю, потому что фильм пишется дольше, чем сама картина. И напоследок, информация о полнометражном мастер-классе. В архиве находится, папка «Этапы». В ней, репродукция оригинала. 13 картинок с последовательностью слоев и этапов рисования. Фото используемых красок. Фото с навигацией по частям фильма. Можно переходить к любой части по числовым значениям времени. Текстовый файл с описанием хода живописи. Сам фильм, продолжительность 1 час 50 минут. Картина писалась за 5 сеансов, через просушки каждого. В фильме детально показано рисование по каждому предмету и в каждом сеансе с голосовым пояснением. Для приобретения, связь по электронной почте, в описании под видео. Друзья, желаю всем творческих удач. До новых встреч.